На протяжении долгих лет путешественники и смельчаки отправлялись в море на кораблях, чтобы открыть новые земли. Но тогда такой вид транспорта совсем не считался надежным и был действительно опасным. Сейчас же круизный вид отдыха один из самых роскошных, а посетить с его помощью можно огромное количество городов и стран. В этом выпуске мы узнаем с вами, как круиз превратился в туристическую индустрию, какие бывают лайнеры, что находится на одном из самых крупных из них, где можно найти бюджетные варианты морских путешествий и, самое главное, ответим на вопросы, которые беспокоят многих. Безопасен ли такой вид отдыха и как быть тем, кто страдает морской болезнью? Изменилось отношение к круизам в 17-18 веках с волной эмиграции. Тогда, однако, речь не шла о красивых и захватывающих путешествиях по морю. Люди, у которых не было денег, жертвовали всем ради возможности пересечь океан и оказаться в другом месте. Начало целой круизной индустрии положило события 1817 года. Тогда в Нью-Йорке основали компанию Black Ball Line. Именно она и стала первой судоходной компанией в мире, которая внедрила регулярные пассажирские перевозки через Атлантику. При этом пассажирские перевозки являлись дополнительными, основные были грузовыми. В то время корабли были парусными. Революция в мире кораблестроения случилась в 1830-х годах. Именно в это время на смену парусным кораблям пришли пароходы. Прорывом стала компания, основанная еще в 1818 году в Британии. P&O. В 1844 году она впервые предложила круизный отдых с рейсами в Гибралтар, Мальту и Афины. Эта же компания соорудила лайнер SS Valetta с электрическим освещением, а затем предложила и развлекательные программы на борту для тех, кто отправлялся в круиз на целый год или дольше. В ноябре 2021 года мне удалось посетить город Белфаст в Северной Ирландии, где некогда находилась самая крупная судостроительная компания в мире. Именно там был построен Титаник, где сейчас находится музей в его честь. Если хотите отправиться в виртуальное путешествие, переходите по ссылке в описании. Но мы продолжаем. Сейчас особой популярностью пользуются круизы на больших лайнерах, которые представляют собой целые города. Помимо уютных кают для отдыха и ресторанов, на борту почти каждого крупного лайнера можно найти фитнес-клубы, кинотеатры и даже мини-парки. Всего в мире насчитывается около 90 компаний из 26 стран, которые выполняют морские круизы. А сами же круизные операторы и лайнеры разделяются по категориям. Сами корабли могут очень сильно отличаться друг от друга по размеру, комфорту и оснащению. По уровню комфорта и сервиса круизные компании можно разделить на три основных класса. Это стандартный, премиальный и люксовый. Самыми популярными направлениями являются круизы по Средиземноморью, Северной Европе, Карибскому морю, Персидскому заливу и Юго-Восточной Азии. А самый большой круизный порт в Европе находится в Майами. Самым оптимальным круизом будет, скорее всего, круиз по Средиземному морю и городам Европы. Большую часть таких рейсов выполняют швейцарская и итальянская компания MSC и Costa. Лайнеры проходят через такие страны, как Испания, Франция, Италия, Мальта, Черногория и Греция. Как функционируют данные лайнеры и что они предлагают? Давайте заглянем в гости в один из них – Costa Smeralda. Это совсем молодой, но самый крупный в Европе на сегодняшний день лайнер, построенный в 2019 году. Название получил в честь изумрудного побережья острова Сардиния. Построен он был в Финляндии и строительство его обошлось почти в 1 миллиард долларов. Это первый корабль компании Costa Cruises и второй в мире, работающий на сжиженном природном газе, что делает его одним из самых экологически чистых лайнеров. Всего здесь 2612 кают. Из них 1550 с балконом. Здесь есть 13 бассейнов и аквапарк. Один из этих ресторанов и 19 баров. Минимальная длительность путешествия – 7 дней. И проходит оно по следующему маршруту. Савона, Марсель, Барселона, Пальма-де-Майорка, Палерма и Чевитовекки. Стоимость путешествия начинается от 579 евро за человека. В каюте без окон. В середине корабля находится так называемый Колизей. По вечерам здесь проходят шоу и другие развлекательные мероприятия. Вокруг Колизея находятся бары, где можно выпить бокал вина или заказать коктейль. Есть на лайнере также и открытая Пиаза де Спания, где проходят мероприятия на открытом воздухе. На носу корабля находится театр Сан-Рема. Здесь по вечерам проходят музыкальные шоу и выступления артистов. И, конечно, и это место не обходится без магазинов и баров. У лайнера на борту есть даже свой музей – Costa Design Collection Museum, в котором можно посмотреть на шедевры итальянских дизайнеров, среди которых есть даже легендарная Веспа. На верхней палубе есть беговые дорожки, спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол и теннис. Есть также спа-центр с салоном красоты, сауной, турецким хамамом, процедурными кабинетами, снежным гротом и соляной комнатой. Есть и необычные столы для массажа с водными матрасами или теплым песком. Какие бывают каюты? Здесь, конечно же, есть стандартные номера. Здесь есть люксы. Здесь есть каюты с террасами и каюты с балконами. Вы можете взять каюту с видом на океан и внутреннюю. Даже в самых простых каютах есть все необходимое для комфортного пребывания. Кровать, душевая комната, шкаф, сейф и телевизор. В каютах с верандами есть диванчики. Самый дорогой вид кают – сьют и самсара сьют. Это двухкомнатные каюты, размеры которой приблизительно можно приравнять к современным квартирам – 54 квадратных метра. В стоимость будут включены напитки, интернет, посещение ресторана «Панорама». Это, кстати, доступно только для гостей сьюта. Бесплатный день в спа, приоритетная посадка и даже услуги дворецкого. Пассажирам в каюту типа сьют приносят приветственное шампанское, а также включен мини-бар, чего нет в других каютах. Если брать самсара сьют, то в стоимость включены и услуги спа на протяжении всего путешествия. Круизный лайнер «Кост Смеральда» предлагает также маршруты по Северной Европе из Санкт-Петербурга. Они идут по маршруту Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Таллинн, а затем через Хельсинки возвращаются обратно в Петербург. Длится такой маршрут 7 дней, и цена стартует от 519 евро за человека. Несмотря на то, что изначально круизы подразумевались исключительно как морские путешествия, сейчас маршруты проходят не только по морям, но и по рекам и озерам. В России такие варианты круизов тоже есть. Например, теплоход «Александр Бенуа» проходит по Волге за 8 дней по маршруту Москва, Тверь, Углич, Мышкин, Ярославль, Плес, Кинишма, Кострома, Калязин, Москва. Стоимость такого путешествия за одного человека начинается от 50 тысяч рублей. А для тех, кто загружен работой, есть и круизы выходного дня из Москвы, которые проходят через Углич, Мышкин, Тверь и Валаам. Из Петербурга ходят лайнеры в Карелию. Один из самых насыщенных и дорогих маршрутов проходит через Волгоград, Саратов, Самару, Тольятти, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Кузина, Горецы, Кижи, Мандраги, Валаам, Сартовалу, Санкт-Петербург, Коневец, Ладейное поле, Свирьстрой, Вытегру, Череповец, Кострому, Казмодемьянск и Усовку. Длится такое путешествие 25 дней и стоит от 129 тысяч рублей на человека. Конечно, это длинные и недешевые маршруты, но также если денег немного, а испытать на себе все радости круизы, ну уж очень хочется, то есть и бюджетные варианты. Так, например, трехдневные маршруты к Валаамскому монастырю можно выхватить за 11 тысяч рублей. Но как же быть тем, у кого морская болезнь? Если человека укачивает в машине, значит ли это, что будет укачивать и на корабле? Представители экипажа часто успокаивают пассажиров. Во-первых, для того, чтобы укачало на воде, должна быть сильная качка, а размеры судна, особенно если это круизный лайнер типа Коста, просто не позволяют раскачиваться сильно. Лайнер для этого слишком тяжелый. Укачивать может во время сильного шторма, в который попасть не так-то просто. Во-вторых, современные лайнеры построены с учетом данного недуга и обладают особой системой стабилизации, которая позволяет избежать укачивания. Если вы все же сомневаетесь и переживаете по поводу проблемы с укачиваниями, выбирайте такие места, где укачивает меньше всего. На самом нижнем этаже по центру корабля. И имейте в виду, что более высок риск укачивания на верхних ярусах на периферии судна. Еще один интересный вопрос. Что же делать, если придется раньше времени сойти с судна? Есть ли такая возможность? Некоторых людей пугает перспектива провести на борту корабля определенное количество времени без возможности досрочно его покинуть. Ситуации могут быть абсолютно разные. Срочные дела на работе, в семье, те же укачивания или банальный страх воды. Можно ли в таком случае покинуть круиз досрочно и сойти на одном из промежуточных портов? В целом, такая возможность есть, но не на всех лайнерах. Например, в компании Norwegian запрещено прерывать круиз досрочно, но на лайнерах MSC и Costa такой проблемы нет. Необходимо будет отправить запрос официальным представителям круизной компании, а также подписать документы о том, что вы ознакомлены с правилами бронирования, которые не подразумевают возврат денежных средств. Сделать это необходимо заранее, хотя бы за день до выхода с корабля. И, конечно, стоит понимать, что вас не смогут высадить в той стране, для посещения которой у вас нет визы. Также компании могут дать разрешение провести несколько ночей вне борта, а потом присоединиться снова в одном из портов. Но, опять же, необходимо обязательное уведомление, иначе вас будут ждать как опоздавших, и вы создадите проблемы. Безопасность. Пожалуй, самая важная тема. Конечно, перспектива сесть в огромный корабль и поплыть на нем в другие страны может не только воодушевлять, но и пугать. Думая о трагедиях, на воде первым делом в голову приходит Титаник. Да, это было действительно страшно, и это то событие, о котором мы будем помнить всегда. Но бывали и случаи, когда пассажиры тонущих кораблей спасались, и все обходилось без жертв. Так, например, 30 апреля 2000 года на Соломоновых островах круизное судно World Discover наткнулось на необозначенный ранее на карте Reef, из-за чего был распорот правый борт. Капитан принял решение направить судно в Тихую бухту на Мель во избежание человеческих жертв. Никто не пострадал, кроме корабля. Оно до сих пор находится там, где его оставили, и сейчас является одним из самых популярных мест среди туристов. С каждым же годом ситуация меняется к лучшему, и можно спокойно выдохнуть. ЮНЕСКО признала морские круизы на лайнерах самым безопасным видом отдыха в мире. Во-первых, как правило, перед тем, как отправляться непосредственно в круиз, лайнер поводит учебную тревогу, которая обязательно как для пассажиров, так и для персонала. Сперва вы получите инструктаж, как необходимо действовать в тех или иных ситуациях. Затем, после специального сигнала, вы должны будете отправиться в свою каюту и надеть спасательный жилет, который имеется под каждой кроватью для каждого гостя. После, члены экипажа помогут вам с указанием, куда именно необходимо двигаться. Знание, как действовать в чрезвычайной ситуации, уже помогает избавиться от тревоги. Количество спасательных шлюпок от лайнера к лайнеру разнится и зависит от общей вместимости пассажиров. Несмотря на то, что шлюпок может быть не очень много, на самом деле они вмещают довольно большое количество человек. Во-вторых, все члены экипажа круизного лайнера в обязательном порядке проходят всевозможные необходимые для их работы обучения. Аттестации принимают участие в таких же учебных тревогах не только вместе с пассажирами, но и в специально смоделированных для персонала процессах эвакуации. И самое главное, современные лайнеры построены с использованием новейших технологий и с учетом всех его особенностей. Даже стабилизаторы качки были созданы с целью того, чтобы пассажирам с морской болезнью было комфортно на борту. Также безопасность гостям обеспечивает современная спутниковая навигация, которая позволяет контролировать любые ситуации и вовремя принимать решения. Так, если возникнет штормовое предупреждение, то у капитана корабля будет достаточно времени, чтобы перевезти судно в безопасное место. Также спутниковая навигация исключает возможность столкновений и аварий. Продолжение следует...